Продолжение следует... И, вероятно, среди вас есть те, которые не были на предыдущих семинарах, а те, которые были, все равно, вероятно, нуждаются в том, чтобы проговорить идею старта, живопись, и, может быть, еще раз что-то услышать, а, может, я что-то нечаянно скажу еще полезное для новичка, поскольку я постоянно работаю с новичками и вижу их проблемы, то я сначала поговорю о том, как желательно войти в процесс обучения живописи, а потом уже буду что-нибудь показывать, и это что-нибудь будет интересно точно. Я несколько раз уже столкнулся с этим что-нибудь, или много раз сейчас столкнулась как раз с этим что-нибудь, когда в пейзаже можно решать задачи очень нарядно, знаю просто некоторые основополагающие ключи, и, конечно, это в первую очередь свет и тень. Изначально хочется поговорить о том, как организовать свой учебный процесс, поскольку каждый из вас человек взрослый, и у вас нет времени как у деток плавненько войти в мир живописи и знаний о ней, просто потому что есть время на это, ходить в подростные школы, потом в подростное училище, а потом еще в институте отучиться. То есть у вас нет времени такого, 12 лет у вас на это нет. А чтобы не попасть в тупик сразу, и чтобы не забросить такое замечательное развлечение, как живопись, конечно, стоит организовать свой учебный процесс разумно. И я вот даже, сейчас вот пришла мысль в голову, вы, наверное, знаете многих художников, даже по нашей критиковке, но вот, например, такой художник, как Саврасов, мы, если начнем просматривать его живопись, это одни и те же домики, болотца, деревца, в основном деревца, болотца, отражения, птички. И хотя человек прошел академическую школу и мог бы писать разную живопись, он и портретия мог бы реализоваться, и в других вещах, однако упростил свою живопись до деревца отражения птички. И многие художники, и такие лидеры, как Айвазовский, вы знаете, тоже достаточно упростили свой творческий путь до почти однообразных пейзажей, хотя, конечно, сделаны они великим. А учебный процесс как раз рассчитан на то, чтобы художника, кругозор художника расширить до крайности, чтобы он мог одинаково распробовать и пейзаж, и натюрморт, и портрет, и, может быть, в наше время и абстракцию. И когда вы приходите к этому, вы сталкиваетесь с этим академическим предложением. А академическое предложение изначально рассчитано на эти пресловутые 12 лет, которых у вас нет. И вы, приходя в учебную студию, вам ставят, допустим, куб, драпировку, цилиндр, шар, яблочки, бутылочку. И, в общем-то, задача довольно неинтересная, но она как бы очень поучительная, полезная. И она действительно полезная. Но ту же драпировку, тот же цилиндр, можно, например, делать прямо на человеке. Человеческая рука, ну и не только рука, вообще весь человек, это однистошные цилиндры. Голова — это шар, драпировочки — это одежда, которая на нем. И можно совместить полезное с приятным, делая сразу задачу серьезную. Вот, что мы и делаем на наших уроках. И вам тоже советую не включаться в этот процесс, который, к сожалению, предлагает большинство студий, обучающих студий. Но сейчас, конечно, не только такие есть предложения. Сейчас есть и мое предложение, и несколько, я знаю, людей пробуют тоже себя, художников пробуют себя, и обучать пробуют именно в такой манере, когда эффективно и продуктивно. И вот к этой продуктивной живописи я как раз хочу призвать. То есть, учебный процесс организовать так, чтобы сразу он был продуктивен, чтобы не было бумаги испачканной и положенной в стол на выброс потом, не было холстов перепачканных, и потом эти отчаянные попытки рассматривать, как... Ну вот было. Пыталось научиться рисовать. А чтобы его организовать, этот процесс, я как бы вот рекомендую сначала попробовать несколько вариантов, несколько тем основных в живописи. То есть мы знаем, какие это темы, я вот их перечислил. Это, конечно же, пейзаж. Причем пейзажей бывает много. Разные пейзажи и разные стили написания пейзажей. То есть, скажем, импрессионизм принципиально, ну не принципиально, а очень отличается от пейзажей а-ля классика, а-ля 19-18 и так далее век. Пейзажи наших современников и отличаются, скажем, экспрессии отличаются и от импрессионистов. Ну вот, например, это же можно было бы назвать импрессионизмом, но импрессионисты до такой простоты еще не доводили свою работу. А это уже, так сказать, современники, которые импрессионизм доводят аж до экспрессионизма. То есть когда вообще в два движения все делается. Вот. И есть натюрморты, опять же, разного качества и разного характера. Есть полимерные натюрморты, то есть на улице с солнцем, ну, в основном солнечные и домашние. Все они очень полезные, домашние, конечно, особенно там, в изучении, это очень серьезное. В натюрмортах. Но, опять же, дело вкуса, многим натюрморт противен просто, а другие наоборот натюрморт. Потом есть портреты и тоже разные отношения, особенно в наше время разные отношения к портретам. Вы знаете, есть легкие портреты, где только угадывается образ, а есть фундаментальные портреты, где буквально реализм исповедуется художником реализм Черпини Лепина, Черпини Крамского. А есть легкие образы, где только угадывается портрет, и где только угадываются основные принципы живописи. Все легко, весело, непринужденно. И вот к этому весело, непринужденно, конечно, мы здесь более всего заточены. Рисунков у нас еще нет в нашем сознании, мы еще не умеем рисовать, но, в принципе, у нас есть глаза, и мы видим. А есть вещи очевидные, которые, в принципе, можно изобразить. И ключи к изображению тех или иных вещей, они, в общем-то, есть. Их можно подбирать, и вполне продуктивно работать. Особенно из руки мастеров, если взять эти ключи, чтобы они тут же и показали и рассказали основные каверсы, которые могут встретиться в работе над картиной. Не знаю, может, я сейчас очень пространно и непонятно рассуждаю, но вот я, может, сам себя даже разогреваю, а там глядишь, и вам чуть-чуть достать. Хотелось бы. Все понятно. Один словом, я призываю сделать учебный процесс продуктивным и, сталкиваясь с учителями, которые будут вас каким-то образом обучать, и им навязывать этот продуктивный способ обучения. Когда вы не просто делаете штудии, так называемые, да, вот, штудия, цилиндр, шарф, штудия, которую потом разве что выбросим. Ну, я даже не знаю, куда это, вдруг она хранится все равно не будет, ее все равно скоро выбросят. А сразу делать конкретные картины и художников подбирать, которые не, учителей этих подбирают, которые не мудрствуют. Вот у меня есть друзья-художники, которые, глядя на мой опыт, тоже увлеклись, вернее, тоже захотели преподавать. Ну, поскольку среди вас в основном одни женщины, а среди нас в основном одни мужчины, то, конечно, многие друзья-художники тоже пробуют себя в этом. И потом говорят, слушай, Сахаров, что ты делаешь, почему они от тебя счастливы, это от меня несчастные меры. Ты слово, допустим, Марс, коричневый, темный, прозрачный произносил? Или там, допустим, краплак, розовый, прочный? Ну да. Я говорю, ну так что ж ты хочешь? Это только один из примеров. это как бы я их так тестирую, потому что действительно люди фундаментально развивались, для них это все было очень важно и им это со всей важностью наседались. И им трудно сойти с этого пути. Мне может быть легче, потому что я много лет ушел из светской живописи, работал в иконописи, и я там упростил свое сознание до нельзя, поэтому теперь у меня коричневило, белило, коричневило, краснило, желтило, и на этом языке намного легче работать, чем грезца, вернее, у художников есть слово грезца. Оно, в общем-то, хорошее, и, в общем-то, вам понятно, то есть это не грезь, а именно грезца. А еще в художниках есть фраза «чем больше грязи, тем больше связи». То есть подразумевая, что грязевые смешения, когда три-четыре цвета в одном мазке, что они гармонизируют картину еще больше, чем откровенные цвета. Ну, конечно, мы и откровенными все это делать, и многим нравится как раз чистота цвета. Но, тем не менее, есть вот такая правда. И мудрость учителей часто приводит к тому, что человек, сталкиваясь, даже на первых уроках, сталкиваясь живописью, приходит в панику, что нет, это не для меня. Хотя живопись настолько проста, но она, может быть, чуть сложнее, чем работа с глиной, вот когда вот этот гончар всего лишь легким прикосновением руки это делает, но это тоже материал. Это материал в первую очередь, а во вторую очередь это математика. А математика, может быть, даже и не во вторую, а может быть, если покопать, то и в третью, и в четвертую. То есть, выучили, на самом деле, теорию в живописи на одну страницу. И там, где пролито много воды, именно теоретической, как правило, это в большей степени теория самой композиции. Но и композиция тоже, как математические формулы, тоже не очень-то требуют этой... Есть люди, у которых просто есть вкус. Он есть или он приобретен, есть чувство композиции. А в работе с фактурой краски, с рисунком, и вовсе чувство рисунка, чувство цвета. Есть цветовики, которые рисовать так и не научаются. Я постоянно сталкиваюсь среди вас, с людьми, которые... Рисунок не идет ни в какую. Вот просто человек, сколько не рисует, лучше не становится. То есть, я имею в виду, точнее его рисунок не становится. Но как цветовик, безупречен. Он настолько любуется цветом, он настолько влюблен в цвет, что это сразу видно на картине. Так и есть же живопись для него, где рисунка вот столько. Вообще нет. Очень приблизительные вещи. Но от того, что он любуется цветом, он может при элементарном рисунке давать преизящные картины, просто опираясь на свое цветовидение, на свое смакование цвета. Ну и недавно буквально девушка стоит, пишет, а я с балкона там стою, курю и с балкона наблюдаю, как она пишет. И головочка, ну настолько... Головочка влюбленной в предмет девушки. Я не вижу, что на холсте, хотя я видел, я же ходил там, показывал что-то, но я как бы не вижу, что на холсте, но вижу ее влюбленное состояние лица и головочка, то так наклонится, то так. И я даже ей потом говорю, слушай, как красиво ты стоишь у холста. Говорю, а давай снимем, говорю, такой фильмик, где ты вот так вот пишешь, ну будем снимать 3-4 часа, чтобы ты заброшил, тебе камера снимает, что ты писала, любовалась этим. А это как раз вот девочка-цветовик такой, по природе цветовик. А потом камера сначала прибудет с тобой, с тобой, с тобой, потом заедет, заедет мысленно и как-то зритель ждет. Мы сейчас увидим, наконец, эту красоту. Завешает, а там, собственно, ну такая безпредметная живопись. Я, конечно, в более ярких словах это произносил, но там безпредметная живопись. И зритель просто обескуражен, надо же, вот такое... такое странное и с таким лицом. Но сам процесс... Да, но при этом вот в цвете это безупречно, поэтому кого возбуждает цвет, она обязательно найдет свою аудиторию. Ну в этом смысле живопись вообще хороша, потому что в отличие от пения, вот если ты поешь, соседи будут, даже просто домочадцы стошнят, и будут с тобой рядом находиться. А живопись не нравится, не смотри. То есть ты никого не напрягаешь. Но если ты находишь, а всегда найдешь, найдешь, так сказать, сотаинника к своему творческому процессу, к своему творчеству, вот, конечно же, найдешь в лице других людей просто посредством своей живописи, своей, так сказать, такого рода исповеди и обращенности к миру, найдешь себе друзей и вот даже сотаинников, когда он так же чувствует. Вот. И я ушел от темы, сейчас вернусь. Вот. Я к тому, что стоит, начал я там с Аврасова, который рисовал вот такие элементарные вещи, будучи академиком, преподавателем в академии того времени, да, и казалось бы, что ж так умельчить себя. Ну, пил же, конечно, вся. Поэтому, не как-то было. Вор. Вроде как. Если я правильно помню. Да, правильно. Ну, только птички выходили с утра. С издушкой. А что делать? А новичку навязывается как раз весь спектр живописи. И, по идее, вместо того, чтобы его как раз научить птичкам, к чему он должен в итоге прийти. Пить надо пить. Да. К чему он должен в итоге прийти. Он учится всем. То есть, в учебных процессах направлены на то, чтобы научить его всему. И тут он, конечно, растерялся и попался у него нет даже элементарного времени. И он, конечно, выбывает из соискателей этого творчества изобразительного. Поэтому я предлагаю каждому из вас организовать свой учебный процесс таким образом. Опробовать сначала несколько приятных для души техник и идей живописи, будь то портрет, натюрмор, пейзаж и так далее. И техник опробовать несколько, чтобы немножко вооружить руку, познакомиться с самим материалом. Конечно, самый удобный материал это масло. Маслом можно все. Вот если все остальные материалы, акварель, акрил и другие, столбят за собой только узкую часть, то масло может все. Может и как акварель, и как акрил, и как графические материалы, пастель и прочее. Она может все. А тема только то, как будет. Поэтому распробовать много техник, ну как несколько техник, самые приятные для души. Распробовать несколько вариантов, несколько тем, и сосредоточившись на одной из них, ну скажем, я говорю, к примеру, березовые рощи, ну человек тяга к березовым рощам. Ну, писать эти рощи бесконечно, то есть не бесконечно, а на первом этапе выучив конкретно тему березовой рощи, сделать целую коллекцию этих картин. Или скажем, море, я люблю море, пожалуйста, выучить идею морского пейзажа Тихого, чуть-чуть там, с волной, или может быть даже штормовой, и создать первую коллекцию картин, опираясь на которую, потому что все равно в процессе будут технические наработки, опыт рисования появится, опыт рисунка, то есть линейного и прочее, сделать эту коллекцию и наращивать дальше свой, то есть создать коллекцию, которая уже говорит о тебе как о художнике. Ну и первую даже пробу в разных отраслях живописи, сделать тоже готовыми конкретными картинами, потому что даже выпускники институтов и даже хороших институтов часто оказываются совершенно беспомощными перед перед рынком живописи и перед так сказать аудиторией. То есть студии они научились рисовать, а готовую картину нарисовать не научились. То есть готовая картина просто куда бедно доползает до какого-то состояния, но у него он весь в этих штудях, весь в этих технических приемах, приколах и прочее. А вещь создать, продукт создать он не может. И в этом смысле конечно западная система более эффективна, они сразу ориентируют на продукт. И я как-то тоже сам по себе понимаю, что лучше начинать с продукта. Поэтому наши уроки они рассчитаны на ваше умение сделать картину, на знакомство с материалом, с холстом, и с рисунком конечно, и с композицией, но самое главное это научиться сделать вещи. Даже выбор темы тоже как одно из актуальных проявлений продуктивного творчества. Не браться за темы, которые принципиально не сможешь. Тут никаких шансов. Времени уйдет очень много. Некоторые картины требуют выписки месяц. А в вашем случае, когда у вас только врывками это возможности и год целый, то есть уже на пятый раз картина будет тошнить, рука не подниматься и ее писать. И зная, что это так, лучше и не связываться с теми задачами, которые вы точно не решите. где требуется именно тот академический пласт 12 лет, которого у вас нет и не предвидится. Значит, выбор темы очень важный момент для себя, то есть потом сориентироваться, когда мы уже прошли несколько вариантов, тем, выбор для себя темы и выбор. Ну, кстати, вот характерные импрессионисты, они же когда предприняли эту идею, то к ним примкнули люди в том числе и посторонние живописи. То есть сама технология письма настолько проста, что люди с улицы стали импрессионистами. Ну, поскольку это было в основном касалось пейзажа, импрессионизм, это больше пейзажная живопись, то, конечно же, пейзаж самое простое, и, конечно, люди с улицы прекрасно влились в среду импрессионистов, а идея была настолько новаторская, а других идей еще не было, что они только в этой теме и развивались, и, конечно, все у них... Сейчас, конечно, глаза разбегаются, тем очень много, и хочется попробовать сделать так, и так, и там будет какой-то момент, и немножко художники дезориентированы. Хотя, опять же, это больше проблема наших художников, у которых широта сознания не дает ему все-таки немножко сузить рамки поиска. Вот. Это вот, как бы, что касается такой вводной части, не знаю, насколько в этот раз это получилось сказать. В прошлый раз у меня было целых три часа на это, и как бы удалось больше сказать. Поэтому я еще хочу сказать, что самой теории в живописи, вот ее в книгах бессмысленно искать. Когда человек пишет книгу, он, конечно, в первую очередь понимает, что это текст, таблицы, схемы, то есть намудрить что-то. Но на самом деле теории в живописи хватит ровно на страницах. И основополагающие там пункты... Ну вот скажем. Вот я на прошлом семинаре это говорил, и сам остался доволен. Вот есть понятие света и тени, да, и казалось бы, эта вещь очевидная, поэтому здесь как бы какие знания? Ну вот освещено, а вот в тени. Но как правило до человека не донесена такая важная особенность в светлые тени, как густота краски. Вот теневые не любят густую краску. То есть по возможности теневые должны остаться. Акваридные в масле в том числе. То есть как бы залитые маслом. И вы когда пойдете смотреть живопись, вы столкнетесь с тем, что теневые очень мало используют вещества краски. А световые наоборот плотные, густые. Ну вот о плотности очень хорошо рассказывано вот здесь. Вы видите почти акварельный характер теневых. И плотной, густой краской набраны световые. И оно звучит. Потому что и вообще в живописи есть понятие звучит не звучит. Можно вылизать картину вот и долго. И будет по идее фотореализма. Когда даже думать не надо. Просто вылизывай до полной точности. Ну понятно, что вы не сможете дать полной точности просто от неопытности работы в тоне. То есть степени темности краски. работа в тоне это степень темности. Но в принципе есть люди у которых хорошее чувство пропорции и они могут вылизать картину даже до фотореализма. Но это не будет феноменом интересной живости. Это будет феноменом ремесленного совершенства. А ничего эмоционального в этом не будет. ну разве что удивление что надо это все я надо же было так. Вот кстати ошибиться. Вот одна из основополагающих вещей для живописи маслом это то что теневые не любят густую краску а световые любят именно плотную густую краску. И если вы даже это знание запишите а в конце работы вы написали картину и у вас есть несколько тезисов причем основных не каких-то странных подчерпанных из книг в которых просто художник длиет воду чтобы книга была потолще цена подлиннее чтобы выбрать из воды очень трудно но из таких практиков художника практиков можно вытащить интересные мысли но вот одна из этих мыслей я думаю что все художники подпишутся сразу под ней что это одна из важнейших мыслей это вот это и в конце работы всегда в конце конкретной картины вы всегда можете сесть посмотреть а густые не густые а огня и густоту где-то сперить с холстом бывает можно и по шкуре можно и лезвием и ножом довести до малого количества краски то есть все сохранится только краски останется и в этом будет некая культура подачи доработку можно навести уже с использованием основополагающих это вещи вот то есть сейчас я после перекурчика я буду показывать я тут глаза разбегаются конечно ну вот может быть действительно с этой и начну потому что здесь очень интересные моменты есть как как в рамках тени появляются какие-то узнаваемые предметы и как должна звучать вот эта тихая акварельная обстановочка теневая ну и как соответственно положить гня вы видите что рисунка здесь очень мало то есть каждый из вас в принципе вот это с точностью до точной копии может это сделать и таких картин и таких сюжетов в жизни очень много иногда мы сделали фотографию такой картинки мы сделали фотографию представим себе что это картина что это фотография а не картина в ней конечно же все это так внятно выражено не будет то есть это наши уже художнические приемы которые делают из изображения именно живопись а не фотография на фотографии все это будет неусилено все это будет недосказано мы очень часто даже говорим как на картинах Сальяна или как на картинах Ренуара а это потому что причем вот это могло бы быть бывают такие дни когда аж вот так освещены предметы но они бывают редко иногда какое-то молоко в небе вот этого сырости который не не дает свету так сыграть или наоборот какие-то причины вот а художник просто наблюдает в предыдущие разы подобные удивительные моменты потом даже неудивительную неудивительный пейзаж на который он смотрит доводит до удивительного состояния вот и для этого есть конечно аргументы технические и технологические которые приводят изображение изящной интересной эмоциональной картине а не просто картинки опять же картина или картинка очень важно можно вырисовать все пред предыдущие проявить даже мастерство и масса художников очень мучаются от того что картинку они сделать могут не могут а вот картину шик в этом не могут а вот я сталкиваюсь с тем что многие ученики хотя вот женщины ученицы корректнее было бы сказать многие ученицы наоборот могут создать шикарную вещь не имея толпа ни навыков ничего просто наличие вкуса у женщин это больше выражено мужчины меньше доверяют своему вкусу в живописи если они начинают возраст состояние у них очень много сомнений у женщин в силу того что эмоциональны вообще они более творческие хотя вроде как философии да так у нас больше лучше молчать на деле на практике оказывается что женщины гораздо более более творческие им все надо они неуемные им им хочется жизни мужчины как-то так геременеют своей жизнью что живописи какая живописи все про жизнь знаете ничего нового жизни не надо хотя в нашем случае несколько мужчин ну их мало нам их не хватает художников мало женщин много остальные все деревенелые знаете вот такая солдаконка мужчины солдаконка и живопись не рядом не сбили мы демократии пошло для мужской части уточните как женщины счастливы украшения украшения от того что мы вас берем на части таких более творческие более неуемные эмоционально подвижные они умудряются сформировать свой вкус даже на шопингах своих просто они не готовы любоваться окружающим миром мужчины только потребитель а они любователи такие вот и конечно в итоге получается что когда они берутся за творчество хотя они живопись не занимались легко получается я вам скажу совершенно честно что очень много женщин которые уверены в своем вкусе вот именно уверены в своем вкусе у нее какие-то есть даже если он дурной но он грех она пишет и у нее получается просто потому что она знает вот это красиво вот это не красиво вот это с этим я еще поработаю а это я уже оставлю это вкусный кусок для нее вкус хотя в основном вкус это понятие универсальные и конечно как правило то что человек гнятно исповедует это красиво как правило это все-таки красиво для всех просто есть иногда дурной вкус который настаивает на своем но опять же но лучше не сомневаться когда берешься за творчество такое вот изобразительное чем чем сомнением не лишить себя возможности сделать внятный продукт ну если у тебя нет и ты сомневаешься что он мог бы вообще появиться но лучше сделать внятный продукт проявить свой вкус он все равно он обязательно найдет своего зрителя найдет своего сатаинника с таким же вкусом и не будет вместе любить друг друга или картины хочет а сомнение оно ведет даже не к тому результат а просто без плоди но поскольку у основной массы женщин а среди вас именно в основном все-таки та аудитория которая вкус формировала иначе вам это живет не нужна совсем то вам нужно научиться не бояться свой вкус исповедовать на холсте и делать уверенно то что вы считаете красивым понятно что в живописи есть свои какие-то нюансы которые понятие красиво будет формироваться еще и в процессе работы и я вот как бы лью воду может быть уже себя разогрел для чего-то такого практического предводного и вот я сейчас тогда скажу покурить потом приду и мы просто попробуем с веществом в руках посмотреть на проблемы в свете и тени пейзаж может быть я отрыв может быть я еще скажу что пейзаж все-таки настолько легкая тема я пейзаж сказал что это легкая тема что пейзажи развиваться совсем легко поэтому если бы вы сделали скажем десяток работ традиций инвестиционизма а-ля Кмане или Ренуар или другие ребята инвестиционисты то такие простые не очень сложные не требующих точного рисунка а пейзаж как правило не требующих точного рисунка то выучив мазок идею подачи маска вы смело можете переводить любую фотографию которую вы сделали на природе или прямо стоя на природе вы смогли переводить то что перед вами на язык импрессионизма легко значит вот просто обещаю каждому из вас что 10 работ 10 копий импрессионистов и вы способны работать традициях импрессионизма если вы не будете в период этого копирования отвлекаться на другие темы то есть вникнуть в тему именно копирования потом уйти в аналогии то есть брать аналогичные сюжеты и переводить на язык импрессионизма и потом когда уже это укрепится у вас когда вы точно можете работать импрессионизм тогда уже добирать новые версии живописи и портретные и натюрморные и прочее то есть вот я буквально гарантирую успех всякому новичку то есть и продуктивным то есть сама копия она тоже является продуктом полноценным есть еще понятие свободная копия и в высших учебных заведениях люди очень хорошо знают что копирование это самый короткий путь к совершенству живности и а творческие проявления можно совершать в том числе и в процессе копирования заменять дерево стояло здесь переставило на другую сторону просто переставляя предметы добавляя пока добавляя убирая и в итоге у вас уже могла бы быть неточная копия хотя копия снова себе тоже хороша то есть выучить изначально на старте тему утвердиться в ней создать коллекцию и тогда уже прибавлять новые знания новые темы по мере дальнейшего усвоения то есть периодически все-таки возвращается возвращается к той которую у вас станет основополагающей тогда ваш творческий процесс будет и продуктивным и успешным ну вот так показывает практика потому что те девочки которые берутся вот они все темы просмотрели и все равно продолжают разные темы забывают совершенно то есть они каждый раз забывают как изображалось то что у них может быть даже хорошо получилось но они уже забыли то есть надо в десятках измерять закрепление темы вот ну вот я как раз там пока в перегоне стояли рассуждали об этих живописных проблемах одна из них была проблема продажи картин и мне вот когда девочка у нас у меня на уроке стоит тихонько пишет каких-то котиков каких-то так пейзажиков ну как бы на вид ничего особенного ну нежно очень нежно с чувством сделано я же не знал что она их умудряется продавать еще вдруг она мне сообщает что вот так продала на последнем где-то она там устраивает свои картины подсовывает продала за 7000 долларов поручистые котяты а что заработать Ну вот такие чуть большие, там просто коты, там семья котов, но она их с такой душой пишет, я вижу, что она с душой пишет, но я думал, ну может там еще повернуться по 500, ну по 600 максимум. Нет, вы видите, что в зависимости, а она пиарщик, ее зовут пиарить крупной фирмой, и когда у них там что-то, она их в качестве дополнительного украшения, этого, какой-то акции, она их подсовывает, а там люди приходят с небольшими деньгами, умеяются, особенно на фоне бизнеса, умеяются и покупают. А пишет она из фотографии котов-то или из чьей-то картины? Нет, она из головы пишет. А вот Аля, она из-за кодовки, копченки, на Украине очень известная, очень любые вещи. А ваша дочка, по-моему, пишет, да? Моя дочка, поскольку немножко стеснительная, говорит, дай мне какую-нибудь задачу, чтобы я не сильно упарилась. И она делает копии этих гопчинских, а гопчинская стоит дорого, а, соответственно, и копия чего-то стоит. В общем, Полина моя не пытается сейчас развиваться, как она должна. Она просто этим развлекается. Сделала, продала. У нее есть индивидная на то, на сё. Значит, вот мы тут хотели, ну я хотел, чтобы навязать вам прочтение, допустим, вот такой картинки. Здесь я целый ряд подобных картиночек принес, и вы могли бы это тоже увидеть, что тут есть вот эти вот на свет тени. Среди них, допустим, ну вот практически, ну здесь же вообще нет цвета, это же голубой и чуть-чуть там розовастиковый. Вот. И они ж крайне на вид простые, но это умение опытного мастера раздать акценты. Ну и правильное пользование краской. Ну вот этот вот художник, конечно, ну просто чудо как хорошее. Особенно иллюстрировать нашу тему, где проблема, ну собственно не проблема, а выражена идея света и тени. Ну снег вообще хороший, наш друг, с ним легко работать. Вы видите, тут пару мазочек, а целая картина, и действительно сколько настроений и прочего. Ну и здесь тоже очень это все выражено. Призрачно, призрачно набраны теневые и плотно, густо, скажем, белый свет. И оно звучит. Есть же понятие, звучит, не звучит. Оно может быть прорисовано опять же, может быть и биофотореализма, вырезано. Но оно не будет звучать. А это звучит. Так же, как вообще безупречно звучит вот эта вот вещь, ее можно было бы перепутать с акварелью. Но это не акварель, это масло. Ну вот скажем, как бы к ней можно, как предположительно писалась эта картина. Вот представим себе, что мы подглядывали за художником, стоим подглядывая. Только в данном случае мы еще будем иметь комментарии, как, что он делает. Ну вот у меня тут в последнее время я навязываю ученикам идею положить сначала, ну хоть сколько-то вещества краски. Часто люди бережно очень пользуются краской. То есть хочется, чтобы человек взял и внеснул краску на пол. Ну видите, птичь была в бою, немного имеет цвета. Но это не повод расстраиваться. Да, это был чистый разбавитель. А какой у него? Любой разбавитель для масляной живописи, кроме тройника. То есть вот для первого сеанса, причем зря, тройник не берите. И вот мы вещество краски можем, просто чтобы заставить себя, что нам иногда трудно сделать, заставить себя работать краской, а не пустой кистью. То есть не настриховывать слишком малым количеством краски. А вот так сразу себя заставить. Поскольку мы видим, что картина в принципе разберенная, да? Ну много белого. Много белого. Вот здесь нет белого, да? Это можно так не начинать. Но даже вот это уже феномен разбеленной картины. Это уже стоит начать, например, так же. Просто чтобы заставить себя бросать. Вот здесь может быть белый не нужен. Вот в таком ключе, потому что достаточно глубокие, темные места. А где картинка в принципе разбеленная, прям возьмите и накидайте белый. Жидкости и белый. Ну просто чтобы заставить себя работать краской. Некоторые перебарщивают краской. Но чаще, в 80% случаев, как раз не додают краской. Причем накидайте сразу за тем, как только вы бросили жидкость. Иначе не будет как бы... Иначе не будет... Слишком сухо ляжет. То есть она очень быстро испаряется, разбавитель. Впитывается частично. И получается, что может не хватить скорости укладки берилл. И вот эта вот слетанная... Как только эта краска появилась, она уже держит эту влагу. Краска уже удерживает укладку. И вообще первый вклад в картину должен быть таким, как будто бы нас кто-то в спину ходит. Есть такие аккуратисты, которые все делают очень педантично, аккуратно. Ну заставляйте себя работать так, как будто у вас кто-то в спину ходит. Потому что от этого эмоциональная мисс картина, от этого легкость письма, от этого вообще движ. Просто так. Есть такие любовники рисования, которые могут стоять и рисовать, медленно, чуть ли не от угла, всю картину завоевывать ход. Это... С этим надо бороться. А если не чистым разболителем, а сразу сметанным таким жидким? Можно сначала сметану сделать здесь и бросить туда. То есть это... Но так мы очень эффективно делаем. То есть фактически у нас палитра в данный момент становится вот здесь. И мы быстро-быстро-быстро решили первую задачу. То есть от мысли, что мы сейчас это напишем, до начала работы пройдет очень мало времени. Потому что, конечно, даже набор нас уже немножко усыпит. Рано или поздно мы устанем. И вместо того, чтобы успеть картину написать за сегодня, мы ее будем потом дописывать, дописывать, дописывать. И темп мы потеряем в самом начале. Еще один момент. У многих возникают проблемы, мы только что как раз обсудили, что я дописываю до какого-то состояния, а дальше не могу сдвинуться с места, не знаю, куда двигаться. Легче всего двигаться в первом сеансе. То есть если вы в первом сеансе дописались до максимума, то это хороший знак. Это значит, что вы практически имели возможность закончить работу. Работа должна всю дорогу писаться вся. Нельзя так, что вот я сегодня небо напишу, а завтра перестрою все остальное. Желательно, очень желательно писать сразу всю картину, для того, чтобы на любом этапе у нас забрали холст, и нам не стыдно ее показать. То есть если у нас ее вот сейчас хотят забрать, ну, да, ну, пожалуйста, она еще не написана, но из дизна она готова. То есть, ведь если бы мы делали, скажем, набросок человеческой фигуры, чтобы кому-то что-то объяснить, вот здесь будет человеческая фигура. То есть, допустим, мы рисуем интерьер, делаем набросок интерьера, а чтобы показать какому-то человеку, которому мы хотели туда фигуру, чтобы хотел показать даже соразмерность предмета. Вот, скопы такой, вот, скопы такой, чтобы показать соразмерность. Мы бы ее просто кинули, эту фигуру. Эскизно, совершенно наброского. Вот так совершенно наброского надо писать всю картину сразу. То есть не сидеть в одном месте, а другие не писать. То есть писать сразу всю. Ну, и для того, чтобы набрать этот темп, и сразу набрать, набрать, поскорее вторгнуться в идею картины можно вот таким способом оказался очень эффективным много людей теперь пользуются а я вижу что на уроках это преудобный случай как только я вижу разделенную картину я сразу ставлю подробную задачу кроме других инструментов таких грани кроме инструмента кисть мастихин у нас есть еще конечно палец ну в данном случае палец не пригодится а есть такой инструмент как тряпка некоторые вещи очень вкусно делает опять же вкусно невкусно это все должен быть лексикон нашего сознания есть звучит не звучит вкусно не вкусно мы конечно красиво можно было бы даже вот эту историю так же быстро распределить можно было бы вот это не . которое взять белинца теперь взять голубинца и почти моментально в эту влажную среду вогнать но там уже есть краска потому что если бы мы по сухому холсту бы это делали то оно было бы слишком сухо тряпка начала бы кошлать и прочее а так в эту масляную среду мы можем тряпкой очень быстро и сразу качественно распределяя краску загнать в эту растяжку от темненького к светлому то есть вот идея небочка уже практически готова причем вполне вероятно что вот ту розовость он даже не не докладывал хотя может быть и доложил розовость а розовость дал теплоту цвету дали белила положенный на холст они просто относительно голубого зарозовились хотя бы ничего розового туда еще не хватит но может быть и положил делаем вид что положил чуть-чуть розовенького чуть-чуть беленького поскольку беленького и можно немножечко подразумить краски на палитре вы тоже тряпочкой смешиваете? да прям вот сделал такую фирушку из прямки и замешал а если это не тряпка то это широкой кистью как бы да очень? широкой кистью можно так мягко 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 но что что происходит когда мы укладываем кисти? вообще по возможности избегайте кисти может быть странно звучит вот кисть в вашем случае все время будет либо не докладывать краску либо лишнюю класть чаще лишнюю класть класть нужно красочки столько чтобы иметь возможность еще сверху ее чем-то уложить чаще мы сделали мазок чаще мы замешали и положили столько краски в вашем случае положили столько краски что сверху уже ничего не положили слишком много тряпка очень хорошо регулирует эти вещи особенно когда речь идет о портрете а в человеческой фигуре хорошо регулирует палец но в пейзаже можно делать такие приблизительности акварельности тоже белила потом вот эти цветнила какие-то там разные такие и всякие и где-то пальцем даже можно вот мы положили потом взяли присловутые какие-то оттеночки накидали где-то может быть пальцы подыграли деревьям и они бледненькие мятенькие сразу там формируются и все и все становится вот приблизительно так ну а потом уже кидаем большую густоту и уточняем и большую густоту и большую тональность здесь на переднем плане уже конечно будет работать с густой краской ну вот сама крепка очень хорошо регулирует количество краски ну потому что она в себя эту краску забирает то есть пока вот мы гоняли ее по холстам она в себя лишнее забрала но опять же вот это и темп усиливает то есть конечно кистью все это можно сделать и когда мы смотрим на таких-то уроках что вот кисть сделана и думаем вот мы сейчас тоже сделаем потом смотри с чего она так не получается ну потому что он мерочку взял он взял меру консистенции краски именно под ту задачу которую он собирался сделать а у нас консистенция еще плохо меру краски плохо и мы вместо того чтобы сделать мы начинаем бороться с этой краской на холсте и расстраиваемся что не получается то что там вот один из способов чтобы многие вещи проскочить без проблем а заодно привыкнуть к определенному количеству краски на холсте то есть с одной стороны мы себя заставили положить краску не сухотерством заниматься по холсту с сухостью просто добиваться упорным трудом и с сухостью добиваться хоть какого-то результата а легко и весело взять и закидать ну даже вот эти теневые даже вот эти теневые вот этот силуэт гор и дальничек тоже можно немножко сработать тряпочками в какой момент мы понимаем что это не подойдет вам скажем до неба а где вот эта грань когда нет вот этот тряпку нельзя это только кисти вот где мы тут определение хотя бы которые чувствовать ну вот скажем тоже тот же случай вот это можно было бы так же сделать сейчас найдем что-нибудь вот эту грань вот это бессмысленно так делать здесь нужны крупным мастихином крупным мастихином не мелким даже не мелким, а крупным мастихином где-то оно тут тоже валяется вот таким закидать влажные ну облака конечно тут тряпка тут наверно есть палец да в мастихином ну можно пряпку или конечно ну а вот облака этой вот то что распределяет вот то что распределяет для тряпки а растворитель тронит на период или на бороок на бороок не тронит только чистый разбавитель вот вон как вода протек и тут начало беспорядство разбавить потому что тронит чем плохо он слишком вязкий в нем лак и и масло и они создают слишком вязкую среду с которой трудно это как а сохнет потом еще на неделю не, сохнет оно нормально а масло оно сохнет дольше с маслом дольше можно немножко сюда в этот разбавитель чуть-чуть капнуть масло чтобы мгновенно не испарялось мгновенно не впитывалось и меньше воняло то есть кому воняет а масло в чистом виде когда он использует но капнуть одну десятую пропорции одну десятую ну скажем у нас с вами там скепидар или white spirit очищен там одну десятую к этому и к этой влаге добавить масло чуть-чуть капнуть чтобы оно связало его летучесть а вы пользуетесь и добавляете лак лак нужен был бы в качестве тройника то есть допустим разбавитель масло и лак пропорции там могут быть разные могут быть один 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 могут быть лак масло один один а этих два то есть чтобы влажнее было и скажем работа высохла а вы к ней хотите приступить прошло неделька или две вы хотите приступить а она сухонькая такая противненькая а теперь уже как-то ее развеселить берешь этот тройничок опять же один один два то есть убавителя чуть-чуть влажнее просто протер протер работу может быть даже чистой тряпкой стер лишнее вещество она вся стала мокренькая и вот в эту махату мало то что мы немножко приподнимаем разбавителем и лаком мы немножко возбуждаем верхний слой краски и сцепление нового слоя в предыдущем станет более ну сцепление так оно немножко ляжет а потом от нечаянного движения или там полос чуть-чуть согнулся от него отлетел кусок который краски который прям такая латка может отлететь краски нового слоя потому что лег на какую припыленную сухую поверхность и он сам себе засох так он лежит если его не тревожить так ну вот допустим на там удаляке линия гор вот уже немножко суховато стало можно даже добавить влаги на холст чтобы и тряпка увлажнилась вот скажем такие длинные вещи длинные которые требуют распределения можно тоже тряпкой закидать то есть вообще рекомендую подружиться с тряпкой с мастихином особенно конечно с тряпкой и пальцем палец очень хорошо чувствуют меры вот но единственное что пальцем работаем не острием а тоже как моделирующим 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 это больше для тела для портрета так 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 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 Дима Торzok Дима Тorzok 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 Дима Торzok Дима Тorzok Дима Торzok 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 Дима Торzok